Детали для автомобилей, детские игрушки, бижутерия Китай, Япония, Корея. Раз в две недели стабильно Владивостокская таможня задерживает на приморской границе контрафактные товары именно из этих стран. В декларации они заявлены под одними марками. При проверке выясняется – это подделки известных брендов, что является нарушением закона об интеллектуальной собственности. «То, что рядом страны Ки у нас есть, оттуда всё и везётся. С Кореи везётся контрафакт Киа, Хёндай. С Японии везётся контрафакт Хонда, Тойота и так далее. С Китая везутся контрафакты диснеевских всяких марок». Буквально на днях таможенники перехватили около трёх тысяч единиц поддельной бижутерии. Это крупная партия, говорят сотрудники ведомства. Коробки с товаром никак не маркированы, а это уже сокрытие от таможенного контроля. Не все партии товара досматривают. И тем не менее, контрабандисты сильно рискуют. Рано или поздно любой товар попадает под внимание таможенников. «Действует система управления рисками. То есть поддаются декларации, поддаются 10 тысяч деклараций в месяц. Огромное количество. И на все назначать досмотры нецелесообразно. То есть есть система управления рисками, которая разработана на своих критериях. Есть специальные отделы, которые разрабатывают. И если какая-то партия или какой-то товар попадает под этот риск, вся партия или товар идёт на досмотр». Если недобросовестный продавец попался на провозе контрафакта один раз, он попадает под пристальное внимание специалистов таможни. И следующую ввозимую им партию товара будут проверять в обязательном порядке. «Должностные лица выявляют фактически на постоянной основе товары, которые запрещены в ввозу либо перемещаются с нарушением таможенного законодательства». Обнаруженный контрафактный товар у недобросовестных компаний изымают, назначают проверку далее на усмотрение закона. Либо возвращают обратно в откуда товар везли, либо и вовсе уничтожают. «У нас есть и новые технологические процессы. Мы взаимодействуем очень тесно с представителями правообладателями на территории Российской Федерации, которые нам предлагают в своей работе свои наработки в виде электронных каталогов, способов выявления таких товаров, которые мы используем в своей работе. Соответственно, таможенные органы принимают это все во внимание и используют данные наработки в своей работе». Только за 9 месяцев этого года таможенники возбудили 12 уголовных и более 2000 административных дел. Более половины из них – по так называемым контрабандообразующим составам. Общая сумма предотвращенного ущерба составила 82 миллиона рублей. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.